Беседа называется «Духовный кризис». Нередко встречаются случаи, когда церковный человек в какой-то период оставляет полностью религиозную жизнь, а подчас и теряет веру. Это может произойти не только в подростковом возрасте, но и у вполне взрослых людей после нескольких лет или десятилетий церковной жизни. Причины такого кризиса могут быть различными, но рассмотрим некоторые из них. Одна из проблем духовной жизни возникает тогда, когда человек фоэссирует на Бога свое личное искаженное представление о нем. Например, Бог может представляться преимущественно карающим, оценивающим, наказующим или совершенно равнодушным праведником, которому до человека и дела нет. Если человек имеет заниженную самооценку, недооценивает свою значимость, то нередко эту самую психологическую проблему он оправдывает учением церкви о смирении. Данная ситуация вызвана, как правило, недостатком любви в детстве. Не все дети имеют опыт безусловной родительской любви. Отсутствие этого опыта подчас приводит к тому, что человек переносит на Бога образ своих родителей. Сложно поверить в безусловную любовь Бога, если человек не знает безоговорочной любви. Почасть дети с детства привыкают, что любовь родителей надо зарабатывать хорошими оценками и поведением. Иначе ребенок не чувствует ценности существования самого по себе. Такое поведение входит подсознательно в привычку и проявляется также в церковной жизни. Человек ищет поощрения, знаков любви через выполнение различных правил и послушаний. То есть, исполнив какое-то правило, то Бог мне обязан, будто бы за это что-то обязательно, сделать хорошее, доброе. Если человек думает, Бог меня накажет или Бог все видит, ему нет дела до меня. Это, как правило, именно те слова, которые ребенок слышал от родителей по отношению к себе. Бог тебя накажет, Бог все видит, мне нет для тебя дела. И занят, я занят. Однако и человек, имевший вполне здоровые отношения с родителями в детстве, также не застрахован от искажения образа Бога. Убежденность в подобных представлениях о Боге трагична для веры. Уверенность в своих искаженных образах препятствует человеку познавать и воспринимать Бога. Это касается также отношений между людьми. Считая кого-то плохим человеком, мы закрываем для себя путь к познанию хороших сторон этой личности. Еще одной причиной духовного кризиса может быть отсутствие личных отношений с Богом. Человек настолько впадает в недоверие к самому себе, к самому уничижению, что везде видит только искушения, страсти и так далее. Тому подобное. Данная проблема может возникнуть также из-за подчинения духовнику, который вовсе не желает подчинять воле других людей. Но есть в христиане, которые, избегая личной ответственности, лишних отношений с Богом, всячески сами ищут, кому бы подчиниться, на кого бы переложить ответственность. В церковной литературе мы можем прочесть о том, что жизнь верующего должна быть христоцентричной. То есть центр жизни человека следует ставить Иисуса Христа. На практике в церковной жизни бывает, что человек ставит в центр гречи, чем делает свою жизнь грехоцентричной. Концентрироваясь на грехах и страстях, человек не понимает, что ведет бесплодную борьбу. Ведь даже свет, который возможен человеке, это тьма. Иван Георгий, Матфея, 6 глава. Человек может лишь соединиться с Богом, жить с Ним и в Нем. Когда человек устает, фокусируется на грехах, то есть в какой-то момент он чувствует бесплодность такой жизни, может наступить и духовный кризис. Но Богу не столько интересны наши грехи, сколько Он ожидает нашего желания жить с Ним. Его волнует не то, что мы совершим в своей жизни, а наше настоящее стремление к Нему. Подчас у человека формируется комплекс вины. Он непрестанно кается в грехах, вместо того, чтобы оставить прежнюю жизнь и двигаться вперед. Речь не идет о закрытии глаз на свои ошибки. Если человек упал, ему следует встать и идти вперед, а не рассматривать постоянно место падения. Застревание на месте не приводит ни к чему продуктивному. Наоборот, постоянно рассматривание своих грехов может привести к отчаянию и унынию. Если бы у человека было смирение, то есть адекватное представление о себе, он бы признал свою неидеальность и простил свои грехи так, как Бог прощает. Если человек познает любовь Божию, то он естественным образом видит и свое несовершенство по сравнению со светом. Не видя света, а лишь грехи, человек не может достичь истинного смирения. Когда человек встречается с безусловной любовью, тогда в нем рождается настоящее смирение от того, что он видит свое несоответствие этой любви. Подобное чувство пережил апостол Петр при встрече с Господом и от сознания своего недостоинства произносит «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ивангелие Тулки 5 глава. Петр ощутил свое существенное недостоинство не потому, что он что-то не соблюдал, имел какой-то грех, но всем своим существом он ощутил свое несоответствие Богу, когда его увидел. Смирение Петра в этот момент было искренним, нелицемерным и поэтому психологически здоровым, адекватным. Признаком истинного смирения является благодарность при правильном ведении себя, при встрече с любовью, с любовью с большой буквы. В человеке рождается благодарность от осознания любви Бога к нему, любви, которую он не заслужил. Невротическое самоуничижение, переходящее в ненависть к себе, является признаком ложного смирения, которое приводит не только к отчаянию, но и к ненависти, раздражительности по отношению и к другим людям. Для здоровой религиозной жизни человеку надо перестать концентрироваться лишь на себе. Как не может человек физически и психически развиваться без участия других людей, так и духовно он не может быть здоровым, когда сосредоточен лишь на себе. Как заниженная самооценка, так и высокое мнение о себе искажает образ Бога. Когда человек соблюдает различные церковные правила, и в нём подсознательно рождается представление о себе как о хорошем человеке, а по отношению к другим надменность и осуждение, это состояние проинцитируется также на Бога. Как правило, Бог предстаёт строгим судьёй, властителем, воздаятелем по грехам. Вместо этих крайностей, либо обесценивая себя, либо самопровозношение, Господь призывает верующих к принятию Бога как любимого Отца. В различных притчах Иисус Христос в случае, что Бог готов простить нам наши грехи, в случае нашего покаяния и обращения к Нему. Потому что Он любит каждого, вне зависимости от дел, Его любовь не надо зарабатывать. Но люди, привыкшие всё оценивать и ставить условия, не могут поверить в безусловную любовь к Божию. Принять её, она может даже казаться несправедливой. Настолько человек переносит свои личные качества на Бога. В церкви христиане часто слышат о послушании, о стечении своей воли. Это учение родилось в монашеской среде, где отношения послушания строились на любви и добровольной отдаче своей воли в руководство духовно-опытному, любящему наставнику. На практике в современной жизни учение послушания приобретает самые разные формы. Это могут быть отношения не к любви, а зависимости человека, может страдать отсутствие своей воли и желание снять с себя ответственность. Со стороны пастыря иногда проявляется желание властвовать над людьми. Вполне естественно, что такие нездоровые отношения приводят к кризису духовной жизни. Живя в церкви, человек может ставить себе цель полюбить Бога. Эта цель легко превращается в формализм и лицемерие. Когда человек встречается с любовью Бога к себе, когда позволяет Богу войти в свое сердце, только эта любовь преображает, меняет человека изнутри. Невозможно обязать любить, можно лишь обязать не делать определенных плохих дел по отношению к другому. Если человек не имеет опыта безусловной любви, и им движет в церковной жизни нездоровое, самоуничижение, недоверие себе, то путь оздоровления лежит в научении слышать себя. Это означает, что человек учится осознавать свои чувства. Желание старается слышать свои стремления и мотивации. Зло этого мира пытается всячески этого прислушивания к себе избежать. Человеку навязывает нужды и желания через рекламу и пропаганду. Внутренний голос заглушается через изобилие информации и постоянного шума. Это приводит к тому, что человек не слышит себя. Человек толком не знает, чего он хочет. И в нем укрепляется нездоровое отношение к себе, Богу и к другим людям. Это продолжается до тех пор, пока не произойдет кризис, итогом которого может быть как выздоровление, так и ухудшение ситуации. Господь неоднократно в Евангелии говорит нам о своей любви и заботе. Вопреки пережитому в детстве человек может ощутить любовь Божию, если только он не погружен в свой негативный опыт. Притчи о блудном сыне, о пропавшей овце и другие евангельские высказывания иллюстрируют нам безусловную Божию любовь. Мы можем поверить ему и верить в Божию и не действовать исключительно исходя из опыта отношений с другими людьми. Другая причина кризиса церковной жизни может быть связана с мотивацией пребывания человека в церкви. Человек подчас начинает вести церковную жизнь не потому, что всем церквям верил в Бога но потому, что ему нравится система ценностей церковных правил мировоззрения которое предлагает церковь может нравиться христианская этика культура или просто в церкви человеку психологически комфортно приятнее чем где-либо еще в этом мире еще одной мотивацией прихода в церковь может быть инфантильность поиск готовых ответов на вопросы которые ставят перед ним жизнь и церковь действительно может дать советы как себя вести что делать в тех или иных ситуациях в Евангелии нет правильно прямых готовых ответов на все случаи жизни от человека требуется внутренняя работа его личное отношение с Богом чтобы найти ответы на свои вопросы например человек страдает от какой-либо болезни и пытается найти ответ на вопрос почему за что для чего вместо того чтобы в личном отношении с Богом при верении ему себя и доверии найти ответ проще искать ответа у людей Евангелие не дает четкого ответа почему кто-то страдает болеет и человек ищет пока кто-то в церкви не даст ему конкретного ответа как правило ответ будет за такой-то грех человек удовлетворяется ответом потому что он его искал то что ответ может быть ложным не особенно интересует его подобное поведение церковного человека часто трактуется как смирение такая маска смирения получила в церковной литературе понятие смиренничество в Евангелии Господь называет людей играющие в благочестие гробами окрашенными по мере взросления и опыта подобная инфантильность приводит к кризису духовной жизни человек либо уходит из такой жизни либо отказывается от безответственности и пытается верить себя в Богу примером ложной мотивации являются иудеи времен Христа которые восхищались Иисусом безотворцем и целителем а потом требовали тримлян его распять сам Христос им был не нужен им было необходимо чтобы он удовлетворял их желания он не собирался быть мессией освобождающим израильский народ от власти римлян а Бога они и не искали аминь